всем большой привет с вами марина вы на канале обо всем не только не только вязание но и покупках дорогие мои друзья хочу с вами поделиться своими продвижения за неделю хочу подытожить скажем так на какой стадии нахожусь я во всех своих творческих успехах скажем так и немножко наверное поделюсь с вами небольшими покупками на этой неделе так начнем пожалуй с продвижения ну вот сразу в кадре у нас лежит моя кофточка джемпер мой уже наверное устаю вам то и дело говорить это из белорусской пряжи но те кто может быть подписался на меня только-только но не знают это белорусская пряжа вот такого красивого раз как красивый такой расцветки это 4 ниточка состоит из 4 ниточки разных по цвету здесь зеленый горчичный белый и такой синенький петрольный вот такой оттеночек номер оттенка вот 447 это апатит покупала я на вал berries здесь отсвечивает все 400 метров 100 граммах 30 меринос и 70 пан вижу на спицах номер четыре с половиной вижу сразу и от двух клубочков получается у меня 8 ниточек и давайте посмотрим на какой где я остановилась и сколько я провязала в том влоге я сразу ставила маркер и скажу сразу да довольно таки неплохо то есть мне понравилось около 10 наверно сантиметров даже может быть чуть побольше это очень хорошо мне необходимо длины провязать всего наверное около 66 68 плюс-минус посмотрим то есть еще в принципе столько же такое же расстояние ну около наверно 20 сантиметров мне еще точно надо провязать в общем это все впереди все будет марки ручки я поставлю и посмотрим потом на какой стадии я окажусь в итоге следующий раз так ну давайте сразу марки ручек поставим чтобы а то я потом буду искать бегать вот все марки ручек стоит теперь мы с вами увидим на какой бы стадии осталось немножко в наборе когда покупала этот эту пряжу в наборе у меня было 6 мотков вот где-то в на этой части у меня ушел только только два матка ушло еще вот где-то больше половины наверное от этих моточков но я думаю должно мне хватить до конца изделия закрыть резиночку но закрыть резинкой все сделать и перейти на какую-то рукава я думаю хватит остатки пряжи мне по-любому останутся и я очень долго думала в какую куда же мне их пустить и также есть у меня возможность попробовать из них связать носочки домашние почему бы нет попробовать если останется много то тогда пустить также на джемперочек для сыночка почему бы нет нас на весенний осенний период и будет здорово классно смотреться такой он нейтральный такой оттенок он и горчичные то же время какой-то светленький такой в общем править пряжи не пропадет пряжа останется так давайте перейдем к моему второму изделию который я продвигала на этой неделе и этим изделием у меня будет детский пледик он продвинулся неплохо как мы видим здесь около наверное 7 сантиметров плюс минус и вы знаете как только я вот начала я вот это все колить вот это вот расстояние вязала особенно лицевая где гладь вязала в основном бабушкиными петлями что лицо что изнанку бабушкиным петлями но вот очень очень туго шло предисловие пока рассказываю очень очень медленно шло запиналась никак не могла войти в тот ритм чтобы можно было побыстрее побыстрее связать но тут я оказывается попробовала изнанку хотя руки только так и шли на переверта переворачивание изнаночных петель то есть классическим способом так как я уже ими привыкла вязать и вы знаете так дело быстренько пошло прям вообще прекрасно и я можно сказать вот это расстояние то есть вот это около 7 сантиметров провязала за 40 минут я думаю вообще прекрасно и великолепно то и значит для меня способ классическими вязать классическими петлями изнаночную гладь самый оптимальный самый великолепный способ скажем так детский плед он будет не спеша я вижу потому что это не к спеху не к сроку просто чтобы вырезать у меня остатки у меня в наличии еще пять клубочков то есть я вывязала вот хвостик вывязала начатый ализе софте у меня из ализе софте вяжется такого кремового молочного оттенка в принципе он сейчас неплохо передает а именно вот здесь он как-то теряется вот вижу из него и плюсом с добавлением лидии мату семеновской полушерстяной бобиной лидии 1600 метров где на 100 грамм у меня здесь намоточка ног кто ко мне подключился не так давно намоточка по 50 грамм было так что хочу вывязать это все и насколько у меня получится в общем вижу потихоньку не спеша я наверное вот сейчас когда буду монтировать это видео может быть как раз и повяжу этот этот это изделие повяжу также сейчас поставлю маркирочек что потом с вами можно было посмотреть на какой же стадии потом я окажу сколько я провяжу за недельку то есть здесь я на этот процесс конечно мало уделяла время но вот как сказал около 40 минут так что так вижу я спицами номер пять пятерочка вижу получается здорово неплохо так следующий процесс мой снова по вязанию и это новый процесс скажем так начала в обеденные перерывы я вижу этот процесс скажем так давайте посмотрим что же я все-таки вижу заинтриговала да скажем так что же такое она вяжет на носочки что же я могу еще связать как не носочки в обеденный перерыв там буквально получается не час по 15 минут всего могу повязать ну и вот на какой стадии мне идет первый носок это вывезла я здесь пятку буду переходить на поднимание петелек для клина подъема в общем пяточка у меня есть точнее образец как сказать носочек начинается носочек начатый пряжа рассказу по пряже это собственным с крошением окрашивание я сама покрасила эту пряжу это лизы супер вошь по моему комфорт сокс артисан у меня тоже есть но кто какая я уже даже не помню и вот такая пасмачка сейчас вставлю фотографию какая она была на самом деле перемотала я вот в клубочек и в клубочке она вот такая рябенькая и в полотне вот получается вот тоже так вот рябенько скажем так проглядываются именно такие петельки бордовенькие то есть как крапушки да здорово и посмотрим после стирки как она будет себя поведет после стирки потому что я не знаю вы полоски придется долго потому что я именно с этой пасмы очень долго не могла совладать то есть вот эти вот крапушки очень яркие красненькие бордовенькие они вобрали в себя столько очень много краски и долго приходилось выполаскивать я посмотрю после стирки может быть немножко цвет он чуть потускнеет но я хочу проэкспериментировать после того как от вижу и хочу я замочить эти носочки в растворе с уксусом может быть он как раз свет останется и потом естественно прополоскать и простирать средством для стирки ну в общем потом посмотреть что же у меня получится по крайней мере вот у меня такая задумка есть и воплотиться она в жизни или нет мы это увидим и потом конечно же расскажу я вам что же у меня из этого получилось в общем носочки я еще эту неделю точно буду вязать довяжу я наверное носок ресис на 2 начну 2 и тогда посмотрим что дальше будет так по вязанию у меня все сейчас я хочу вам рассказать по вышивке вышивку я на этой неделе тоже не очень много брала но все таки продвижение там есть и их принц принципе можно увидеть какие они есть давайте сейчас мы их и посмотрим так я продолжаю также вышивать на пластиковой конве снегурочку получается интересно это по студии жар птица снегурочка первое первую части вышиваю именно лицевую часть и вот на какой стадии у меня сейчас выглядит вот это снегурочка лицо я принципе вышила но к сожалению еще не сделала бека здесь еще не хватает буквально по крестику но ничего утро вечера мудренее да с утра я продолжу заполнять личико может быть кстати я его и оформили сразу беком чтобы уже можно было видеть как снегурочка сама себя проявляет в общем крестики ложатся здесь неплохо мне нравится то есть получается здорово кому будет интересно изнаночная сторона мне вот такая я как-то большей части закрепляю каждый раз петельки не петельки ниточку в общем здорово конечно когда будет с беком естественно будет понятнее что это такое осталось мне принципе сделать свыше тей волоски также волоски и плюсом кокошник и осталось под заполнить еще некоторые моменты в виде бусинок бисера точнее и естественно бэк сделать но и потом же также приступить к задней части этого этой подвески но предполагается что это будет подвеска на елочку теперь спешить мне некуда у меня впереди целый год почему бы нет зима у нас конечно сейчас очень интересная январь месяц и в некоторых даже скажем так частях нашего города небольшого маленького прыгали лягушки на крещение представляете было очень даже весело и интересно так по своим всем продвижением я завершил свой рассказ но надеюсь что продвижение немножко заметны так как все таки недели рабочие выходные дни загруженные чего зато любимое дело не бросаем вяжем продолжаем творим вытворяем и в общем все что связано с творчеством продолжаем делать так сейчас я хочу вам рассказать про свои небольшие покупки у меня еще часть расскажу я следующем влоге потому что не получила еще посылочку на волгарис пока еще не пришла а вот сейчас я как раз таки хочу с вами поделиться что же я приобрела и для какой для каких целей ну так что давайте посмотрим что же я приобрела сейчас я наверное последнее время покупая большей части все всего рад разного на волгарис потому что мне так удобнее мне кажется сейчас уже привычней зашел посмотрел увидел и не задумываясь покупаешь но здесь я покупала не скажу что прям не задумываясь но обдумывала изучала смотрела но начнем с мохнатика самого первого все по вся пряжа покупалась в наборе по 5 моточков у меня уже была приобретена именно вот такая пряжа только уже в мятного мятном оттенке таком красивым замечательным от камтекс мохер колд серия премиум 250 метров 50 граммах это 60 мохер хлопок 20 и 20 акрила номер цвета светло-голубой 014 здесь у нас рекомендуют спицы номер 34 и крючок 34 красивый оттенок правда такое значит дымчато голубой и на камеру он не совсем так вот именно передает хорошо смотрите какой ворс вообще огроменный когда я образец вязала из другого оттенка конечно лезла знатно для чего же я приобрела именно этот наборчик и принципе он был такой достаточно по хорошей приемлемой цене также на паутинку хочу попробовать паутинку связать и из этой пряжи кстати вот не так буквально сегодня посмотрела один узор очень даже таки интересный на канале лана стильное вязание на там мы сейчас бывает постит свои старые такие достаточно видео с полезные скажем видео с образцами а точнее связывание каких-то интересных узоров с потом дальнейшем увязывала на кофточки разлетая пирочки и мне очень сильно понравился этот узор который она предлагала и вот как раз таки я не конкретно покупала эту скажем так пряжу именно под этот узор нет я просто вы сейчас увидела и определила что да именно этот узор именно для этой пряжи точно подойдет и будет очень интересно симпатично смотреться он такой получается как и чистый на основе резинки один на один здорово в общем 5 мотков есть и как раз может быть я сейчас тоже попробую отвязать узорчик и посмотреть как он будет себя вести именно в этой пряжи дальше у меня два артикула одинаковых турецкой пряжи лизы лана gold classic 800 800 но к сожалению сейчас в последнее время раньше это пряжа именно было 800 метров на 100 граммах но сейчас увы и ах она 730 метров очень сильно отсвечивать 730 метров 100 граммах конечно это минус минус так оттенок у меня 60 это классический черный и номер оттенка 200 он такой серо-голубой даже написано что вообще серый 50 акрил 51 акрил и 49 шерсть пиццы рекомендовано два с половиной четыре крючок 12 в общем для чего же я купила эти два моточка красивых замечательно для того чтобы связать в дальнейшем аксессуары то есть шапку мне тут конечно попросили связать шапку именно в черном или сером оттенки но вот серый оттенок и конечно приобрела черный у меня было в другом цвете но ничего черный принципе пригодится тем более я еще хочу связать мужу шапку черную потому что он ему необходимо черные шапки чтобы на смену были да также и себе тоже можно связать черную шапку почему бы нет она такая универсальная подходящая подо все в общем буду вязать аксессуары если также можно связать и палантины тоненько точнее толстыми спицами будет вообще тоже здорово здесь это же так предполагаю будет такая симпатичная шапочка может быть типа наподобие шапки бенни какой-нибудь или же даже ну не знаю что посмотрю что приглянется мне и также сотрудница которая попросила связать шапку в общем пополнение пряжи у меня случилось это очень здорово очень замечательно почему бы нет когда я очень люблю пополнять свои запасы пряжи потому что в любой момент можно прийти к шкафчику до к полочке где находится у меня мои именно моточки открыть достать определенного цвета нет не обязательно достать тот или иной артикул и начать вязать это очень здорово я если честно когда только начинала снимать рассказывать вам о своих продвижениях да вообще вообще как-то только-только начала вести блог свой про вязание про свои продвижения очень очень сильно хотелось именно обладать скажем так большими запасами пряжи но сейчас у меня мечты мои сбываются чему и несказанно рада разных текстур фактур материалов то есть это очень здорово начинала и конечно большая часть с хлопка потому что я вязала в основном крючком и крючком вязала туники платья кофточки а сейчас у меня разнообразие большое от хлопка полухлопка бобинные моточки есть но к сожалению я пока еще никак не могу к ним приступить большей части как-то с моточными с моточками я больше сейчас знакомлюсь но ничего я надеюсь что ко мне придет смелость наконец и я начну именно бобину бобинную пряжу изучать владевать ею в общем чему не сказано рада что у меня такие есть запасы это здорово как по мне это очень здорово ну вот по моему на сегодня все немножко наболтала так вот вкратце вам скажем так спасибо большое что вы посмотрели это видео до навстречу вам пока пока